Ну, здрасте, Настя! Всем с вами Фланки, с вами канал Команда Команча. Начинаем играть одну 256-ую, открытую в квалификации по номерам 2 на Бостон Мейджор. Команда Команча вчера выбыли с 1-4, как же обидно, да? Ну вот проиграли команде, конечно же, Эмпайр, и вот в полуфинале Имперцы играли с командой Фантастик 5, в которых все-таки Фантастик 5 смогли одолеть, и вышли в финал, и вышли из первых открытых квалификаций. Но им еще предстоит тернистый путь, все-таки из открытой квалификации вас ждет еще и закрытый, и вот в закрытых там будут серьезные противники, которыми нужно будет побороться за выход все-таки на основной ивент. Нормально музыка заиграла, ну да. Ну и Вивер Течис отправляется в бан сейчас от команды Команча, ММС играет против команды индейцев в 1-256, ну и как бы команда Команча собирает себе в пик сразу, в ФП Дроу Рейнджеры, возможно, появится опять же Варлок, ну любят индейцы через такую схему работать, а вот команда ММС, возможно, сыграет через штуку Демона и Луну, забрали уже ШД, и вот как раз, наверное, вот именно Керри Луна появляется, да. Ну, связки героев сильные, опять же, вы понимаете, Дизрапшн, Луна с ее иллюзиями, при этом иллюзии все-таки достаются, конечно, ШД, но они наносят 75% урона, плюс Глэйвы, плюс пассивка, ну и в итоге ШД своими иллюзиями быстро пушит линии, быстро, конечно же, еще и убивает героев, ну и наносит вообще массовый дэмэдж по всей, так сказать, территории, в которой находятся эти иллюзии. Ну и в банк команда ММС отправляется Сэнкинг и Диберсоу, а команда Каманчи в пик забирает лишь вака. На тайминг, да. Ну, в одной 1056 команда Каманчи на первых открытых квалификациях сыграли за 8 минут. Там было все быстро, да, ну, и опять же, ждали продолжения игры, но, знаете, опять же, слабые, возможно, команды. Команда Каманчи и сыграны, и опыт уже есть. Игра, команда Каманчи играет уже с 1 мая, да, правда, составы иногда меняются. Вот сейчас состав Миша, Хакон, Пикачу, Чуваши, ЛТВ. Ну, Пикачу пришел за место Чапи, а вот, правда, знаете, не то, что за место, да, то есть ЛТВ занимает роль фармящего героя, а Пикачу отправляется в мид. Такая вот расстановка линии у команды Каманчи. Ну, и на вторых банах отправляется в бан Мирана Кунка, а также Варлок и Снайпер от команды ММС. Ну, все-таки команды Каманчи вторым пиком взяли лишь Рака. Не стали забирать своего стандартного Варлока, но вчера, на самом деле, против команды Имперцев они немножко сыграли своим стандартным пиком. Да, вот у них очень часто появлялась Легион Камандер, Снайпер, Варлок, но этого было мало. Мне кажется, что если бы в прошлой карте, именно вчера, вместо Легион Камандер на изи-линию взяли бы Фесса свой, да, и этот Фесса свой бы, на самом деле, вносил бы очень много пользы. Во-первых, он вносит дэмэдж и, конечно, дает массовый контроль. Контроль, сначала Хроносфера, потом Големы, а все это время Снайпер он стреливает с нереальным атак-спидом, конечно же, и в итоге команды Каманчи как-то могли задефить свой хайграунд на базе, и команду Имперцев откинуть туда, ну, не получилось. Ладно, это уже не получилось, как бы, об этом не стоит плакать над разбитым корытом, поэтому нужно идти дальше и делать новое себе корыто, да. За что выгнали Чапи? Его не выгнали, просто небольшие разногласия в команде были, ну, именно не разногласия, а именно, как вам сказать, духовное состояние, что ли, вот поэтому команды Каманчи, к сожалению, все-таки с Чапи распрощались, но все мирно и слаженно, так что Чапи никаких претензий, я думаю, не умеет, не имеет, не умеет, да. Ну и команда ММС, третьим пиком забирают Угрмага, опять же, герой, который может забафать Луну, забафать иллюзии, если попадет, конечно же, еще и мультикаст, но в основном все-таки Луну, также и себя может побыстрее бегать, да и в начале, если он покупает Орбофеном, имеет Игнайт, появится у него там еще какой-нибудь Фаербласт, и он уже сам станет довольно-таки страшным героем для команды индейцев. Ну, а у команды Каманчи вот тоже появляется герой с замедлением, со вторым сломом, с ротом, да, с хуком и, конечно же, дизмембером, это Пудж, такой нестандартный герой, но, опять же, он может засейвить своего тиммейта, если тот находится очень близко к Луне, просто оттащить его подальше, но при этом, конечно, Пуджу придется держаться на расстоянии всегда от своей команды, чтобы так сейвить своих тиммейтов. Часики разногласия пошли. Да не ссоритесь, вы, дорогие друзья, все хорошо. Ну, а вот в команды ММС появляются Кентавры, и команда Каманчи забирает еще и Пугну. Если на это посмотреть, то вы сами видите, что Дроу Рейнджер, Лешрак и Пугна уже три героя на пуш. Опять же, вы понимаете, Лешрак со своим диаболиками, Пугна с Незербластом, ну, а Дроу Рейнджер просто атакует с руки. Есть у нее пассивка, есть аура, и на своей излинии она может довольно-таки быстро сломать тавер, если ей не будут мешать. Ну, а на хард-линии у команды ММС будет стоять, скорее всего, Кентавр, ну, и вряд ли он что-то сможет сделать, это Дроу Рейнджер, тем более, если будет стоять Лешрак вместе с ней. Ну, а Лешрак, опять же, вместе с Дроу Рейнджер, будет отпугивать Кентавра, если, конечно, этот герой не фарм, да, Луну на мид отправить, ну, это вряд ли будет. Лешрак, опять же, Кентавр, именно хард, Бан отправляется с командой ММС, сейчас Бистмастер, и вот команда Каманча, нужен мидер для команды ММС, при этом с Кентавром, Могромагом, Луной и Шедуб Демоном. Не хотелось бы видеть еще одного жирного героя, но в бане уже находится Мирана, очень частый герой на миде, также отправляется в бан Снайпер, но это уже от команды ММС все-таки знают, как играть против команды Каманча, очень часто забирали Снайпера, индейцы, но вот не всегда его нужно брать, не всегда он заходит, опять же, нужен какой-то контроль, либо Варлок, либо, опять же, какой-нибудь... Ну, вот, со своей Хроносферой, или Магнус даже, ну, Магнус тоже не уверен, да, вот Хроносфера Вайда, все-таки радиус большой, длительный стан, ну и тем более Варлок действует по той же самой схеме, пробивает БКБ, дает стан, ну, а сеточку, ребят, вы можете посмотреть, просто написать в чатике, восклицательный знак и брекет, все вам выдастся, и вы можете найти ссылку. Просто почему-то не все могут это делать. Да, брекет, неправильно сам написал, брекер. На Каман-Каманча забирает пятым пиком себе нэч с профитой, еще одного героя на сплит-пуш. Ну, опять же, у вас пруты, есть у него также вот эти вот тренды, которые будут ему помогать пушить вышку. Ну и, похоже, у команды Каманча это Мид, Лешрак, Пуч и Пугна, хотя нет, Лешрак и Пуч, два саппорта, Пугна, Мид, и вот как раз Нечис Профит будет играть на нем Хакон, и отправиться на нем в Хард. Ну и команда ММС, тут, кстати, играет за них Хард, Вери Геймс, РТК, Войт Айпич, 320 и ЗСА. Ну, консоль вам не обязательно видеть. Ну и в итоге появляется темплар Асаси Дмит у команды ММС. Ну и садится на него сейчас играть Эмотани, 420-й. Ладно, разбираю своих героев, начнем смотреть одну, 256-ю. Ну, знаете, вначале, конечно, возможно, неинтересно будет, да, опять же, вот такие вот команды, которые только решили попробовать себя на этих квалификациях. Пишут уже. А там команда случайно не пытается пройти через американские квалификации? Нет. Ну, все находятся дома, играют. Если будут играть американские квалы, то там будет пинг зашкаливать за 200. И понятно, что игроки даже с менее профессиональным и менее, меньшим опытом игры в Доту, они могут победить только за счет того, что у них пинг будет меньше, и реакция у них, конечно, будет все побыстрее. Все сплы будут кастоваться намного, намного быстрее. Никому ванить не будем. Появляются, конечно, в чатике ни один не доволятся, но, знаете, всегда были хейтеры, всегда были злодеи. Они всегда будут. Нет зла, нет добра. Все хорошо. Ладно, залетаем на первую карту сегодняшнего дня. Быстренько пробежимся по тем, кто будет сегодня играть. Команда Команчи, Миша, Талишрак, Хакон садится играть на Нейш с Профитом, Пикачу будет играть на Пугне, Чуваш играет на Пудже, и ЛТВ садится играть на Дроу Рейнджер. Ну, а команда ММС, Арт, это Шилл Демон, Веригейм, РПК, будет играть на Кентаври, Войт Айпи, или Войп, 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 это Огрмаджай, он же Огрмак. Эмотани играет на Темплар Ассасин, или Моушене, да, в Моушене больше, скорее всего. Темплар Ассасин, ну и Зесса играет на Луне у команды ММС. Так, ребят, 30 секунд до начала сражения. Так, прошу прощения за то, что отошел, просто сигнализация на машине опять сработала. Ну, слишком чувствительно, и воспринимает все опять же. И этот писк, он бы нежелательный был на стрим, при этом пришлось немножко встать и его отключить. В итоге команда ММС заходит сейчас во вражеский лес, как он просто пугает, пытается сделать свои телепорты, но, понятно, он их делать не будет, так как на четырех персонажей команды ММС лезть не хочется. Ну, а Пуч его никак не спасет. Благословляю тебя. Ну, и поэтому начинаем смотреть. Баунтирун на топе, забирает команда ММС, а на нижний будет брать Пикачу. Ну и отправляется в мид. Опять же, в миде будет стоять в Моушене против Пикачу на пугне. Ну, у пугны, как бы, да, есть некие проблемы с ХП, с армором, да, то есть мейл там, буквально, еще и первый спел от Эмплайр Ассасин, рефракшн, и она сможет эту пугну очень быстро и больно пробивать. Ну, тем более, там еще все блейды появятся на втором левеле, возможно, и тогда, конечно же, Пикачу будет даже пассивно дэмэдж получать от этого героя. Ну, а ему достаточно всего лишь лапнуть второй левел, взять Незербласт, там, может быть, и третий близится, да, просто очень быстро пушить линию, именно бить крипов, а потом подходить к вышке и кастовать свой Незербласт, при этом убивать крипов, носить дэмэдж еще и Моушене, ну, и, конечно же, просто еще и сплит-пушить, именно тейдинг, вышку на миде. Так, Хакон, на нижней линии у него не все так солнечно и прекрасно, как ему бы хотелось, стоит он против трех героев команды ММС, против Зесса, Арта и, конечно же, еще и Огрмага, на котором играет в ВИП. Ну, этот трипла, ну, не сказать, ну, да, насильно, на самом-то деле, и можно даже ее назвать таким вот сплит-пушем, все-таки Огрмаг со своим бафом, только сейчас Огрмаг появляется не Игнайт на первом левеле, чтобы замедлять Хакона и как-то пытаться его убить, появляется Фаербласт. Ну, чтобы не дать возможным улететь, да, но тут же есть еще и Бим, на всякий случай, вот, Фаербласт пошел, Зесса пробивает Хакона парой тычек, но этого маловато. Пикачу на миде уже начинает закастовывать свои Незербласты, приходит сюда еще и Шидоу Земон, и Пикачу здесь, конечно же, не нужно выходить дальше по своей половине линии. Если он выйдет уже на речку, скорее всего, его арт зацепит еще дизрапшен, и, конечно, там Темпларка с ним очень быстро расправится. Ну, дровку на верхней линии напугал Кентавр, ну, хотя у него появляется уже Ретерн, Денайт сейчас еще и Путш, но ХП у него очень мало остается. У нас, кстати, Кентавр уже со вторым, есть у него Хувшторм, есть также Ретерн, появляется Стоуншилл, есть Ринков Протекшн, ну, есть чем защищаться, ну и, конечно же, чем бить. В основном неприятный ЛТВ самому, правда, он сейчас очень близко, подходит к Кентавру, не нужно так делать, опять же, возможно, желает, чтобы Кентавр потратил как можно больше маны, тем более первый с того, первый левел Хувшторма не так много дэмэджа наносит, но при этом все равно. При этом команда Команча на нижней линии, Миш, совершает сейчас ФБ на Вой АйП, на Огрмаге, ну и в итоге первый фраг достается индейцам на второй минуте игры. Как бы агрессия та агрессия, но помните, да, что команда Команча на 1-256 забирали за 8 минут на прошлых квалификациях. Ну и надо побивать рекорд. Там, кстати, странно, было 8 минут, 16 минут, 28 минут и 36. Ну, хоть как-то потом команда еще из Руана смогли противостоять Команни Команча, но тоже ненадолго. И индейцы все-таки с ними расправились в одной, то ли 16-ой, то ли... Да, кажется, в одной 16-ой. Или в одной 32-ой. Не дайте не соврать, все записи есть найти, можете там посмотреть, кстати, Игнает пошел, приходит сюда Миша, есть у него диаболики, диаболики кастуются. Ну и понятно, что целей рядом больше не было, только одна луна, и при этом уже диаболики второго уровня наносят с одного тика 18 урона. Ну и понятно, Миша делает еще и второй фраг на нижней линии. Уже два фрага, у Миши в копилочке. Нечис профит, очень мало хп остается. Хакон появляется, у него здесь Блайтстоун есть, ну у Талисман есть также тапок, но летит на базу, будет там хилиться и вернется на низ. Тут уже Пуш кукает луну, есть дезрабшин над шидоу демона. Ну, дезрабшин только первого уровня и люди отправляются в поиски этого Пуджа, вдогонку. Ну, понятно, что Пуш убежит, у него имеется тапок, есть Винлендс и МС у него 350. Ну, неплохо, да? Вот у Луны сейчас без тапка, МС-335. Ну, это один из самых, наверное, быстрых все-таки героев именно по мувспиду и с начала игры, то есть там еще Легион, не Легионка. Нага Сирена как-то к этой тоже приравнивается, но все-таки Луна-335, это, наверное, самый высокий мувспид в игре в начале. Ну, а так вообще, по сути, самый высокий мувспид все-таки может достигать Блусикера, но Блусикера мы давно не видели в играх. Кстати, закрывает сейчас пруты его IP, также приходит здесь уже Миша, есть стан, неплохой ДД, Пучхук, это минус. Луна, и также здесь, кажется, Огрмага убьют, у него остается всего лишь 170 хп, при этом, понятно, Миша с ДД еще тычка его, это IP живет, но его закрывают тут же свои же крипы, и в итоге предательские крипочки помогают команде Команча сделать фраг. Ну, Арт пытается догнать за Чувашом, Чуваш есть Хук, цепляет. Он здесь, конечно, да у демона есть стан, но Чуваш-то сам умрет, правда, заданялся неплохо. Миша дальше с Диаболиками продолжает пробивать сейчас Зессу. У Зессы очень мало хп, при этом до сих пор было у Миши еще и ДД, тут уже спурты бьют Т1 вышку, и понятно, как раз вышки не до этого Миши, при этом Бим еще один от Зессы догнал. Все-таки Миша свою смерть, похоже. Ну и команды Команча потеряли одного героя. При этом здесь еще и Нечис Профит пытается убить Луну, но, правда, получает Бим, получает здесь еще и Дизрапшн. Ну и как он сможет ли уйти? Да, успевает уходить, и яд, конечно, кастует. Здесь сейчас Жидов Демон, но Фуриона не убивает. А в это время на верхней линии Дроу Рейнджер расправляется с Кентавром, которого уже пятый левел, ну и, кажется, еще и Легион, ой, Легион Командор хотел сказать, конечно же, Темплар Ассасин Пугна. На миде Пикачу тоже отправил в таверну посидеть. Вот опять же, получает декрепифай, есть Незербласты, но больше все-таки демоджа наносится сейчас по вышке. Уже просадил вышку до 532 хп. Пикачу на миде, и понятно, что у вышки не так уж много хпт и осталось, да и времени тоже. Ну а в это время ЛТВ уже с седьмым левелом начинает попушивать также стейдинг-вышку на верхней линии. Что по деньгам? По хрипам-то ясно, там Пугна ведет, 36 хрипов, 34 у Дроу Рейнджера и 24 у Хакона. Ну а по Нетворсу команда Команч занимает топ-4, при этом даже Лешак, который все-таки саппорт команды Команча, занимает топ-4 и обгоняет Легион Командор на 300 монет. Приходит сейчас Чуваш на мид, тут уже и Пикачу, тут и Чуваш, и Миша, и понятно, что здесь уже никак-никак-никак не сможет выжить, конечно, Тэмплар Ассасин. Получая здесь, конечно, сейчас Чуваш Дабл Эйдж от Кентавра 2 уровня, но Чуваш живет и Тейдинг-вышка от команды Команча на миде, у команды ММС падает. В 10-1, 6-ая минута игры, команды Команча уже набирают довольно-таки большое преимущество по деньгам, преимущество в 7,5 тысяч, а по экспириенсу около пяти. Так и недолго за 8 минут закончить, да? Ну ладно, на нижней линии сейчас пытаются убить сейчас, конечно же, лишь рака, но при этом Луна сама погибает, потому что Чуваша был неплохой хук, Миша будет разворачиваться и давать стан, станом зацепляет все-таки Чуваш Демона, но под Тейдинг-вышку уйти не хочет, но его ИП тоже распрощался здесь жизнью и в это время Пуш делает еще один замечательный хук, и это уже даблкил для Пуджа, и в сумме команда Команч совершает 3 фраг, зарабатывает 1066 золота и 788 экспириенса. Понятно, с такой агрессией, конечно же, с таким пуш-потенциалом все-таки команда Команча будет здесь убивать. Ой-ой-ой, какие хорошие спруты от Кокуна! Если бы не было этих спрутов, возможно, Бекиндавр сейчас и убил бы Мишу, но эти спруты ему помешали, а вот Чуваш все-таки выживает. Не так много у него хп было, но и дабл-эйдж не 4-го левела, а всего лишь 2-го и наносит он только 250 урона. В это время, тут, кстати, прикол, крип-мечник, рейнджовый герой. Ну, это баг доты, конечно, но он просто с меча настреливает. Это, знаете, это не меч, это палочка, на самом деле, это не крип-мечник, а Гарри Поттер. Новая часть Гарри Поттера просто в действии. Как это называется-то? Ой, кстати, Саленс неплохой, есть Гриппифай, также ультимейт от Пикачу пошел и пролетает. Здесь, конечно, ультимейт Фуриона остается 150 хп, вот Эмплайер Ассасин, ну и Эмплайер Ассасин остается в живых, но при этом Т2-вышку у команды ММС на верхней линии все-таки упала. Выходит сейчас РПК, пытается дать стан по Пикачу, у него получается, но при этом получается очень много урона, буквально еще одна тычка, не хватает Адроу Рейнджера и мог бы погибнуть Гентавр. Назерблаз, кстати, оформляет урона на развороте, есть Декрепифай, есть ультимейт и уже набирает превосходство Пикачу. При этом у него было также ДД и дэмэджа у него с руки достаточна. Ну и в итоге команда Каманч сломали уже все внешние тавера на верхней линии, то есть Т1, Т2, да вот на миде еще стоит Т2-вышка, на боте также, но при этом команда Каманч не собирается. Там и те отправляются просто сейчас на хайграунд, восьмая минута игры, кстати, хотелось бы сказать, заходит Чуваш, включает насмешку и начинает бодидейнсить. Тверкать можно было сказать даже, да, ну что-то такое. Ну и вот Чуваш просто играет сейчас в Охотника или в Рыбака, правда, получает Fireblast. Загорелась рыбеха, но при этом команда Каманчи уже ломает, конечно, милишный барак, рейнджовый и в итоге команда ММС Emotion прописывает здесь ГГВП, ну и команда Каманчи выигрывает первую игру за 9 минут, а одна 256-я уходит довольно-таки быстро в копилку команды Каманчи. 16-1, 9 минут игры. Ну, поздравляем, 1-0 на данных квалификациях, можно еще 2-0 приписать, потому что в 512-й был фрисло, да, против пустоты постоянно, это просто изи победа, причем даже за 0 минуты и 0 секунд. С вами сегодня Фланки, с вами сегодня канал Каманчи, подписывайтесь, не забывайте, конечно, о индейцах и болейте за нас. До следующей игры остается еще, наверное, много времени, подождем, пока определится победитель, ну а пока небольшая пауза, никуда не разбегайтесь.